В Доме культуры Аула Хоц прошло торжественное мероприятие посвящения в Орлята России обучающихся первых классов всех школ района. Это торжественное мероприятие особенно важно для ребят, поскольку открывает двери в страну Орлят, в которой их ждет много нового, познавательного, интересного и полезного. Мы сегодня в ДК в Орле Хоц пригласили всех первоклассников. Около 150 человек сегодня к нам приехало со всех уголков района. Мы будем их посвящать в Орляте России. Торжественное мероприятие началось с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Адыгея. Ведущие рассказали ребятам историю возникновения этого движения, также познакомили их с красивой легендой, в которой в далекие времена дети спросили совета мудрого Орла и вынесли главный урок жизни. Все преграды по плечу, если у тебя есть мечта и верные друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Далекие-далекие, таинственные времена жили такие же дети, как вы. Храбрые, отважные и любопытные. Они жили в чудесной стране, среди зеленых лесов, синих озер и рек. Только одного им не хватало. Они не могли покинуть мест, в которых жили, так как дорог тогда еще не было. Только редкие тропинки, которые идут не дальше знакомого леса, и знаков, чтоб прийти домой, тоже не было. Они подолгу смотрели в небо и завидовали парящим следам облаков Орла, которые могли летать где захотят. И однажды один из самых мудрых Орлов позвал их в путешествие. Но как мы сможем найти верный путь? Спросили дети у Орла. Верный путь вам укажут мои перья, которые вы сможете найти на земле. И тогда храбрые ребята решили послушать мудрого Орла и отправиться в великое путешествие. В том непростом, но очень интересном путешествии они познавали самих себя через дела и поступки. Дети долго находились в пути, но только вернувшись домой, они рассказывали другим детям интересные истории о далеких странах. И новые команды храбрых ребят отправляли в чудесные экспедиции. Может, потому что дети были украшены Орлиными перьями? Может, потому что они доказали своей дружбой, отвагой, целеустремленностью, что для них, как и для Орлов, нет непреодолимых преград. Но с тех пор этих детей стали называть Орлятами. Ведь Орленок — это юный первооткрыватель. Он готов изучать новые дороги, совершать добрые дела. И самое главное, он умеет это делать вместе со своей командой. «Нет края на свете красивей, нет родины в мире людей, Россия, Россия, что можно сесть в мире, кто был тебе рад, Россия, терпел поражение любой, Россия, 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 мы в горе и счастье с собой». С напутственными словами к ребятам обратились директор школы Ирма Афашагова и ветеран педагогического труда Ася Шелбаева. Они поздравили юных участников детского движения Орлята России с новым этапом их жизни и пожелали им гордиться и достойно носить это звание. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важное событие в жизни каждого из присутствующих. Это посвящение наших учеников Орлята России. Этот момент является символом не только вашего взросления, но и ваших первых шагов на пути к ответственности, дружбе и взаимопомощи. «Орлята» — это не просто название, это настоящая гордость нашей страны. Вы становитесь частью традиции великой, основанной на принципах чести, отваги и патриотизма. Каждый из вас имеет уникальное качество и способности. И я уверена, что в вашем сердце горит искра, которая поможет сделать нашу страну еще лучше. Пусть ваше участие в этой программе станет поводом для новых свершений. Пусть вы всегда стремитесь к знаниям, открытию нового и помощи окружающим. Не бойтесь мечтать, не бойтесь дерзать, ведь впереди у вас много интересного и важного. Поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаю вам удачи, дружбы и успехов во всех ваших начинаниях. Ваша энергия и увлеченность станут основой для построения светлого будущего. С праздником вас, дорогие орлята! Вперед к новым свершениям! Слово предоставляется Шелбаевой Асе Измайловне. В далекие 50-е, 60-е годы, когда я была школьницей, нас принимали в октябрята и в пионеры. И у октябрят и у пионеров были свои законы, свои правила, которые мы очень старались выполнять. В старших классах уже мы вступали в ряды комсомольской организации. А туда в первую очередь принимали тех, которые были достойны, которые хорошо выполняли законы октябрят и пионеров. Поэтому все старались быть первыми, конечно. А сейчас мир изменился немного. Сейчас воспринимают орлята. Орлята — это будущее орлы. А орлы должны быть смелыми, как уже было сказано, храбрыми, достойными этого звания. Поэтому я желаю вам нести это звание достойно. Парите под мирным небом свободно в добрый путь. В ходе мероприятия ребята познакомились с законами орлят и дали клятву, в которой пообещали горячо любить родину, прилежно учиться, творить добрые дела, ценить дружбу, проявлять заботу и поступать по совести. В завершении праздника каждый из участников получил удостоверение «Орленка России». Право повязать галстук и вручить удостоверение предоставили учителям, наставникам и наставникам-старшеклассникам. Сегодня, как мы рады видеть вас такими красивыми, счастливыми. И сегодня вы станете, ребята, самыми молодыми, красивыми орлятами. Желаем вам быть всегда красивыми, здоровыми, ответственными. И чтобы вы всегда были достойными орлятами нашей России. Смотри, все шикрыя, поры не едино, дороги откроет высота Марины. Орлята России! Орлята России! Мы лидеры детства, мы юность и сила великой страны. Поздравляем ребят с этим важным событием. Желаем успешной реализации программы, новых достижений в жизни и больших высот.